Достаточно хорошо растянутый, пропорционально сложен кобелёк, значит, голова правильных линий пород на кухо, кухо строго держал движение, значит, вот. Класс, тёмно-карий, значит, резко досом движение, значит, здесь и вверх, и вот, тёмный какой-то ложечный, всё, вот, значит, в ринге себя уверенно ведёт, движется хорошо, значит, холка выражена как положено кобелёк, значит, спинка у него достаточно крепкая, поясничка, всё нормально, вот, у него, значит, рычаги выражены, скакательный сустав там, всё, передняя конечность, всё, лапа в компе, всё нормально сводится, то есть, поэтому он у нас в плетенью немножко уходил, потом вот, приценили, значит, другим немножко, вот, ёвки, вот, ну, и одет ещё по-зимнему, видите, это, вот, волос его приподнят, и впечатление создаётся такой пышно одетой собаке, зима ещё на дворе, поэтому зимние-то выставки и проводятся, для этого летом мы констатируем, что всё в разлинке, а он может и зимой так же одет, не знаю, вот, сейчас вот зимняя выставка, поэтому мы вот это всё видим. Значит, второй кобелёк мало чем в сложении ему уступает, вот, выходил уверенно по ринге, но у него, смотрите, вот, голова, да, несколько пошире к черепной части, несколько пошире, естественно, уши пошире поставлены, но держит те, кто это в статусе строго, ну-ка, правильный, глаз, и глазок у него, ну, как бы сказать, он не круглый, но, значит, мало, у западно-сибирской лайки глаз более глубоко посажен, чем у других пород лайков. Вот предыдущий, он там вот сзади стоит, кобель, чем он этот кубик? Сейчас я дойду, а вы всё поймёте, тогда всё просто, да, да-да, да. Вот этот у нас только до первого ходил, видите, тоже, значит, немножечко... Голова в правильной форме, чуть пошире, чем впереди идущего, и ухо он держал не достаточно строго, поэтому движение немножко мягчит спину, чем и проиграл. А так тоже одет хорошо, по зимнему, по лайку, глаз в темно-каре, ушко небольшое, но я бы сказал, что у западно-сибирской лайки ухо более вытянутое должно быть, а у них оно приближается к равностороннему треугольнику, как раз это для первого, для третьего, вот это вот здесь. А так одет по зимнему тоже хорошо, но я говорил о слабости, чем мускулатура, она у всех прослеживается, ведь еще возрастная дистанция такая есть, сегодня 10 месяцев исполнится, а другому там завтра полтора года уже. Следующий кобелек, ну вот тут и глазок у него, видите, посветлей, так? Голова тоже пошире, в крупной части, хотя ухо строго держало, все, и тоже, значит, желательно более вытянутое ухо. Так, спинку так же мягчил на ходу. Следующий кобелек ему чем проникнул, значит, вот, немножечко, да, посмотрите, вот губы, да, вот он рот закроет, нижняя губа слегка шерохи-сероватая, есть такое, немного, есть, вот. И надбровные дужки у него более выделяются, хотя у кого-то хуже. Формат желательно, он стандартный, все индекс у него расстанется, он смотрит, растянутый, вот, и так, ну, немножко бы еще ему не помешало, так сказать, выделять. Так, немножечко вот сейчас, это, движение так, чувствую, скакательные суставы чуть-чуть так, это, временами у него как-то сближены. Стоять, вроде, ничего, но идет немножко вот это видно, так. Дальше. Отнимите собачки. Да, встать. Вот. Друзья, дядя. Какие такие? Вот, ходите головой. Вот здесь, посмотрим, как единая, что голова, он говорит, легковато у него, так, легковато, хотя и он сам-то. Она пропорциональна, так, ну, вообще общая недостаточка для линга, для линга слабость мускулатуры, ну, попроще, общий с ложкой, он проигрывает впереди идущий, вот, так вот. Вот, немножечко более выраженный, видите, переход от руки к животу, вот. Вот, где-то излишнего, не скажу, что подрыв, но вот есть вот это вот, так, вот. А так, в целом, как раз, вот, лапляр, и тек по-зимнему. Ну, ему бы еще высокопередности добавить, конечно, но это возраст, холка более выраженная, как и идущий. Головы у них прекрасные, головы пропорционально, они же, видите, более мощные такие, крепче выглядят. Вот, но, видимо, перекормлены, а тренинга недостаточно было, подзасиделись, поэтому они, видите, тяжеловатые выглядят, как я тогда сказал, вот от взрослых, понимаете, растянут хорошо, рост, как бы, на менее 50 сантиметров, крупные кобели, все. Но вот это вот движение, все это тяжесть, вот, просто прослеживается, понимаете, видно, спина, значит, и вот так, и все, движется тяжеловато, понимаете. Ну, вот он поделился, поэтому у него глазок потемнее, поэтому... Вот такие вот... Сейчас давайте. Нет, но все-таки она вот, понимаете, она такая настолько изящная у него, скорее, в его сути бы лучше подошла. Хотя я не скажу, что тут половая демокрия, чтобы в эту сути бы хватать, нет. Но даже вот по его комплексии она легковата, головка. Хотя вот глазок, смотрите, подкупаемый, резко-то шум, и темно талии. Это у вас пиуха-то, ни одной собаки, ребят. Ну это младшая, возрастная группа, ребят, ну что вы? Я же не могу всем, они все хороши. Мы хотим просто по-русу признакам расставлять. Обосновать несколько. Я же, ребят, я вам это сказал. Может, он на следующий год будет первый ходить, не исключено. Может, он и будет, не исключено. Собака после вязок кобели формирует. Да мы согласны. Вот и все. Просто пример. Вот я задаю вопрос. Вот кобель стоит, и вот кобель стоит. На сегодняшний день вот я все отмечаю. Кроме того, он в движении, в движении проангрывал. Почему? Потому что в задние конечники просто, ну, тычковые движения были. Я вам и сказал, он свободнее. И свободнее пустили. Вроде он немножко семенит, я бы даже сказал. Вот сколько лишь из-за этого. Ну, и кроме того, все равно, и возраст, и все прочее, и, знаете, колониста, кондиция. У него он после охоты еще, понятно, что он в работе. Кобель прошел впереди. Он же не загружен. Нет, я не говорю, что он загружен. Переди шли, задом вот так виляли. Они разваливаются. Он чисто из-за движения тоже, из-за движения, понимаете? Ну, в первую очередь, надо ставить головой. А вот этот кобель, и вот этот кобель. Этот впереди прошел, объясни, почему. А вот видите глаз. Нет, нет, он за ним. Это его глаз. Он впереди прошел. Этот? Да. Впереди прошел. Ну, общий слошка... Он общий слошка выигрывает, а глаз, посмотрите, на его, и на этот глаз. А, у этого слишком узкий, да? Нет, а по цвету, по цвету, видишь какой? Глаз-то у этого подкупает. У этого черный, а у этого светлый. По глазам, по глазам это стандарт, понимаете? Вот все. А вот видите, какой глаз, и голова у него, я бы даже сказал, погрубче, понимаете? Из того изящнее, из легковатее, а у этого, это надо для него, видите, наоборот. Вот, бедаточка, так, вот. Значит, глаз, вот, он поклепче, конечно, ну, кобель. Ну, глаз-то, видите, какой, наоборот, на дуги, наоборот, ух, уши, видите, как держит, как тот ухо держит, и вот этот как. Оно и даже поменьше бы надо ему, понимаете? Вот, вот эти все нюансы такие. Вот, ну, собачки молодые, ничего не скажешь, вот. Здесь, значит, вот, кобелек. Ну, тоже, вот, видите, тут у нас и переход от груди к животу, значит, безлишне выразен, понимаете? Это ухо, это переход. А? Это переход. Нет, нет, ну, а, даже, я что, не знаю, где его место. Я первым посмотри. Ну, по голове, наоборот, забывай. Субтитры делал DimaTorzok